Всем-всем-всем привет! Меня зовут Даша. Добро пожаловать на мой канал Language with Dasha. Это четвертый урок английского для начинающих с нуля. Кто не смотрел мои предыдущие уроки, обязательно переходите по ссылкам в описании и смотрите. Там действительно много всего интересного, а главное полезного. И сегодня мы с вами разбираем личное местоимение, настоящее, обычное, простое время present sample, а также учим новые глаголы. Не переключайтесь, будет все очень-очень легко и просто. Будет чуть-чуть теории, очень-очень много практики, а также в конце урока вас ждет сюрприз. Также не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых уроков. Давайте, берите кофе, берите вкусняшку, давайте учите английский язык. Ну что, are you ready? Вы готовы? Let's begin. Давайте начинать. Начинаем мы с личных местоимений. Их мы изучали в третьем уроке, поэтому, кто не смотрел, переходите. Начинаем повторять, начинаем с себя. Я на английском I. I. Не забываем, что все слова нужно произносить вслух. Так вы тренируете свое говорение и произношение. А тренировать произношение очень важно, потому что так вас будут понимать. Поэтому давайте произносить I. Ты или вы как студент, вы как коллега, или вы как ученики и студенты, будет I. Он. He. На выдохе произносим He. 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 Она. She. 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 Произносим. Он. It. 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 Это не It. Это It. произносим мы губки вы ученики студенты и они джей джей очень важно произносить этот звук правильно его дают нам две буквы t и h как их произносим язык между зубами распластан пропускаем воздух и подаем голос показывайте свой язык кончик языка дотрагиваться до вашего пальца я надеюсь у вас получилось если нет ставьте на паузу тренируйтесь а теперь давайте строим маленький quiz я вам говорю слова а вы не переводите начнем с вы и я ай мы у и она шей он и она и мы вы молодцы ставьте на паузу повторяйте идем дальше и переходим к самому интересному в этом уроке а именно к временам сегодня мы с вами разбираем present simple и давайте разбираться может вы знаете ли слышали что говорят что в английском языке двенадцать времен на самом деле это немножечко некорректно не так потому что в английском языке три времени настоящее время будущее время и прошедшее время как у нас все не так то и сложно а потом настоящее время у нас развивается на четыре подгруппы прошедшие также разбирается на четыре подгруппы и будущее будет разбиваться на четыре подгруппы что важно еще знать что изменяется у нас глагол точнее форма глагола я вам приведу пример а вы мне скажете что же изменяется в этих предложениях я смотрю телевизор я смотрела телевизор я буду смотреть телевизор я читаю книгу. Я читала книгу. Я буду читать книгу. Я прочитала книгу. Я прочту книгу. Я посмотрю это видео. Что изменяется? Изменяется у нас форма глагола. И заметьте, что когда мы говорим о каком-либо времени, да, и глаголе, я читаю, можно сказать, а можно сказать я прочитаю. Я читала, я прочитала. У нас изменяется не только время, в котором мы говорим, не только будущее, настоящее и прошлое, а также у нас изменяется вид глагола. Есть совершенный вид глагола и несовершенный вид глагола. Совершенный глагол отвечает на вопрос, что сделать, что сделаю, что сделала, а несовершенный вид, что делаю, что буду делать. То есть мы видим. И также поэтому они у нас показывают на какую-то длительность. Я прочитала, завершенное, например, действие, коротенькое, мы можем сказать, или я читала, что-то делала, длительное время. Как вы видите, у нас изменяется форма глагола. И когда мы говорим в настоящем времени и говорим в общем, мы используем present simple. Важно, что в этом времени глаголы будут отвечать на вопрос, что делать. Они будут несовершенные, то есть действие у нас не закончится, оно как бы длится. Что делаю? Я гуляю, я читаю, я смотрю, я учу. Глаголы будут отвечать на вопрос, что делать. Это важно. Ещё что важно, что это время настоящее present simple, простое, обычное. Что это значит? Что действия у нас происходят вообще не в данный момент. Мы это время, эту форму глагола не будем использовать, например, для случаев, когда мы говорим, я смотрю или я говорю сейчас, я вас обучаю. Для этого мы будем использовать другое время. А вот present simple мы будем использовать в ситуациях. Первое, когда мы говорим о фактах, когда у нас ситуация или действие всегда правда. Например, 2 плюс 2 равно 4. Люди пьют воду. Земля вращается вокруг солнце. Например, в США 50 штатов. Это факты. Факты. И вот о фактах мы будем говорить в настоящем, обычном времени. То есть глагол у нас будет обычный, в обычной своей форме. Следующее, привычки. Привычки. Это действия, которые повторяются регулярно, постоянно. Я снимаю видео для вас каждую неделю. Я бегаю каждое утро. Я пью кофе каждое утро. Я езжу на работу, хожу на работу каждый день. Она ходит в школу каждый день. То есть мы видим регулярное действие, а также привычность действия, привычки какие-то. Например, также это будет использоваться, например, я люблю морковь, но не люблю помидоры. Опять-таки, привычки. или я что-то никогда этого не делала. Это тоже будет для этого настоящего, обычного времени. Также для постоянных ситуаций. В постоянной ситуации это у нас те действия, которые в теории могут измениться, но не в ближайшем будущем. Например, она живет в Британии. Он работает в магазине. Это постоянная ситуация, как факт, который мы знаем, что в ближайшем будущем точно не поменяется. Это постоянно-постоянная ситуация. Но она, как видите, общая. Это происходит не именно в данный момент, а вот вообще в общем. Она живет в Нью-Йорке. Обычная ситуация, постоянная. Следующее. Очень короткие действия, которые происходят сейчас, в данный момент, но они очень-очень короткие. Нет длительности. Обычно четвертую ситуацию ее используют в спорте, когда комментируют. Он побежал, он взял мяч, он забил гол, она прыгнула. Он, то есть спорт. Такие действия, которые происходят в данный момент, но они настолько быстрые, что нет длительности. Он взял, он побежал, он забил. Секунды. Очень быстрое действие. Следующее у нас расписание. О расписании мы говорим в будущем, но в английском мы должны использовать обычное настоящее время, обычную форму глагола. Это расписание. Расписание школьное, не знаю, медицинские, поезда, автобусы, то есть транспортное расписание. Мы для всех расписаний используем эту форму глагола. Это время, настоящее, обычное, простое время, present simple. И также мы будем использовать настоящее, обычное или простое время, present simple, simple, простое, когда мы говорим о будущем, но не можем использовать будущее. Про шестой пункт мы будем говорить детально в других уроках. Есть слова, простым языком, слова, после которых мы не можем использовать будущее. И мы должны использовать настоящее и эту обычную форму глагола. Например, слова как когда. Мы не можем использовать well, которые используются в будущем. Мы будем просто использовать настоящее. Что я хочу, чтобы вы запомнили, что когда у нас идет simple, простое, настоящее, у нас глагол будет отвечать на вопрос, что делать. И действия у нас происходят не в данный момент. Это не длительное действие. Это не то, что происходит сейчас. А это действия в общем. Это факты, постоянные ситуации, действия, которые постоянно, регулярно происходят, привычки. Это важно. Я надеюсь вам понятно. Давайте посмотрим на примеры таких предложений. Первое предложение. People need food. Люди нуждаются в еде. Мы едим. Это факт. Нам нужна еда. Второе. I play tennis every Tuesday. Я играю в теннис каждый вторник. Это привычка. Это регулярное действие, которое я исполняю. Я играю, что делаю, но у нас есть каждый вторник. Я говорю в общем. Не сейчас играю в теннис, а каждый вторник. Мы показываем регулярность. Поэтому используем это время. Present simple. Следующее. Она работает в банке. She works in a bank. Это у нас постоянная ситуация, которая не изменится в ближайшем будущем. Она постоянно работает в банке. Вообще. Следующее. Быстрое, моментальное действие в спорте, например. He takes the ball and scores. Он берет мяч и забивает гол. Это у нас происходит в считанные секунды. Поэтому для этого мы также используем настоящее простое время. Следующее. Расписание. Поезд прибывает в 7 утра. The train arrives at 7 am. Это у нас расписание. Хотя мы знаем, что он прибудет, как бы в будущем. Но мы говорим прибывает в 7 утра. Говорим в настоящем, обычном, простом времени. И также, когда после некоторых слов мы не можем использовать будущее время. В данном случае это слово когда, when. После него мы должны использовать обычное настоящее время. I will call you when I have time. Я позвоню тебе, когда у меня будет время. Когда у меня будет время, это в будущем. Но после слова когда мы не можем использовать будущее, да, и не можем говорить well, тогда мы говорим в настоящем. When I have time. Последнее. Также не сложно разобраться, но это делать мы будем дальше. Я надеюсь, вам все было понятно. Если нет, обязательно пишите комментарии. И давайте, давайте с вами разбираться, что было непонятно. А также, чтобы еще сделать вашу жизнь чуточку проще. И чтобы вы уже точно запомнили, когда мы используем это время. У нас есть маркеры. Слова маркеры. Или такие ключевые keywords. Такие ключевые слова, которые нам показывают, что мы должны использовать это время. Present simple. Или форму глагола в настоящем, обычном, простом времени. А это слова такие как always. Всегда. Обычно. Usually. Обычно. Или в Британии говорят usually. Usually. Обычно. Often. Часто. Также можно услышать произношение этого слова как often. 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 И так, и так. Правильно. Хотя, все-таки, если смотреть с теоретической стороны, с профессиональной стороны, то правильнее будет сказать often. Often. Часто. Иногда. Sometimes. Sometimes. Никогда. Never. Never. Никогда. Также у нас есть слова каждый день. Every day. Каждый месяц. Every month. Каждый год. Every year. Или один раз в день. Once a day. Один раз в месяц. Once a month. Или дважды в день. Twice a day. Twice a month. То есть, вы видите эти слова, которые у нас показывают какую-то регулярность. Или, наоборот, говорят, что мы этого никогда не делали. Я всегда хожу на работу. Или я хожу каждый день на работу. Я никогда не ем помидоры. Я иногда хожу в кинотеатр. Я часто играю в теннис. То есть, такие слова, если вы их видите в предложении, если вы у себя в голове хотите сказать именно о таких действиях, которые происходят всегда, обычно, часто, никогда или каждый день, каждый месяц, каждый год, тогда мы используем так раз таки эту форму глагола и это время. Окей. Как мы его формируем? Очень важно. Первое у нас это или существительное, которое или у нас является, точнее у нас первое подлежащее, которое является или существительным, или местоимением. Я, Даша, Маша, Саша, она, он, мы, вы и так далее, они, то есть у нас идет подлежащее, а на втором у нас месте идет глагол. В своей начальной форме. Что значит начальная форма? Что делать? Читать, смотреть, говорить. Начальная форма глагола. Если вы загуглите в переводчике, например, читать, read вам выбьет и вы используете именно эту форму глагола. С ней ничего не нужно делать, кроме третьего лица в единственном числе. Когда мы говорим, она смотрит, он смотрит, оно смотрит, тогда у нас к глаголу, к форме глагола мы добавляем буковку С или ИС или мы ее изменяем на А и С. В данном видео мы не будем с вами разбирать, когда же мы добавляем С, когда и С, когда мы изменяем. Это мы будем делать в других уроках. В данном уроке нам нужно запомнить, что когда мы видим или мы хотим сказать он что-то делает, она что-то делает, оно что-то делает, мы к глаголу добавляем буковку С во многих глаголах. Это будет именно буква С. Еще чуть меньше глаголов, в которых мы будем добавлять ИС. И еще меньше, в которых мы будем изменять на А и С. Но это не так сейчас важно, важно запомнить, что я, I, обычный глагол, я, read, читать, я, читать, I, read, I, read, ты и начальная форма глагола. Он, она, оно, глаголу добавляем буковку С или ИС. Они, обычный глагол, не изменяем мы плюс глагол обычный и вы много обычный глагол. Я надеюсь, вы это запомнили. И переходим, конечно же, к практике. Давайте практиковаться, давайте смотреть на примеры. Давайте учить новые глаголы. Глаголы – это слова, которые обозначают или действие, или состояние. И давайте же их разбирать. Первое. Я смотрю YouTube каждый день. Я, I, смотреть, watch YouTube every day. Я смотрю YouTube каждый день. Мы говорим о регулярности действия. Это действие я повторяю каждый день. Я смотрю, что делаю? Я, поэтому мы просто используем начальную форму глагола, не добавляем С или ИС. И мы видим, что это обычное, настоящее время. Что делаю? Правильно, настоящее. Это у нас несовершенный вид глагола, поэтому мы используем simple. Simple. I watch YouTube every day. Что еще важно, на что я бы хотела обратить ваше внимание, это слово watch. Слово watch мы используем, когда мы что-то смотрим длительный промежуток времени. Какое-то время. Десять минут, пятнадцать минут, двадцать минут, пять минут. Час. Я смотрю видео. Я смотрю телевизор. В таких случаях мы будем использовать глагол watch. Это важно. Только в таких. Про другие случаи мы будем разговаривать с вами дальше, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые уроки. Ну что, теперь тренируемся и произносим. Я смотрю YouTube каждый день. Идем дальше. You live in the United States or in the USA or in the United States of America. Давайте разбираться, что же это такое. Ты или вы живете или живешь в США. Мы видим местоимение ты, поэтому мы ставим глагол в его начальной форме. Live. Жить. Live. Live. Как произносим? I дает нам звук э-э. Live. Live. You live. Live. In. The. USA. В США на английском три большие буквы. Мы их произносим. U. S. A. In. The. USA. Мы также можем это расшифровать, как United States of America, Соединенные Штаты Америки. Окей. Что мы видим? Дим – это у нас действие, факт, ситуация постоянная, мы констатируем факт. Ты или вы живёте в США, факт. Следующее. Он работает в банке. He works in a bank. Это у нас ситуация также постоянная, не изменится в ближайшем будущем, мы знаем. Он, he – работать, work, work. Если он, он один, единственное число, нам нужно добавить буковку S. И мы её добавляем в глагол. Works, works, he works, S добавили. In a bank, в банке. He works in a bank. Это у нас форма глагола, у нас is present simple. Настоящее, обычное время. Дальше идём. She drinks coffee every morning. Она пьёт кофе каждое утро. Это у нас действие, привычка, регулярно, каждый день она пьёт кофе. У нас есть every, поэтому мы точно знаем, что это у нас present simple. Drink, пить. Так как у нас она, одна. Тогда мы глаголу добавляем в буковку S. Drinks, 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 drinks. Coffee, coffee. Это не о, кофе. Coffee. О, о, кофе. Coffee. She drinks coffee every morning. Morning – утро. Тренируйтесь, читайте, произносите эти слова. Очень важно произносить, читать это предложение правильно. А также запоминаем, в каких случаях мы используем present simple. Идём дальше. It rains every afternoon in the summer. Дождит каждое после обеда летом. It rains. Дождит. Это дождит. Ну, вот эта фраза именно обозначает, что дождит. It rains. Сочку добавляем. Every afternoon – это у нас после обеда. Каждое после обеда. In summer. Summer – лето. In summer – летом. Это у нас действие, которое, опять-таки, повторяется. Every. Every – это у нас показатель того, что мы используем именно present simple. Идём дальше. We go to school every morning. We go to school every morning. We. Мы. Go. Ходить. Go. Очень необходимый глагол. Мы ходим. Go. Go. Мы используем обычную начальную форму глагола. Мы не добавляем и-эс. Мы просто говорим go, потому что мы. To school. Очень важная частичка в английском языке. To используется со многими глаголами. Нужно просто запомнить, что когда мы идём в школу, мы используем форму go to. Go to school. Go to school. Go to school. 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 Школа. Every morning. Каждое утро. Постоянное действие. Регулярное. Мы ходим в школу каждое утро. We go to school every morning. Good. И они имеют кота. У них есть кот. They have a cat. Это факт. Мы знаем, что у них есть кот. На английском. Мы говорим, что они. They have. Имеют. Have. Have. Мы его не изменяем. Этот глагол иметь. Have. A cat. Кота. They have a cat. Это у нас констатация факта. Мы просто говорим, что у них есть кот. They have a cat. И последнее, что я надеюсь, вы делаете. You learn English every day. Вы учите английский каждый день. Я надеюсь, вы это делаете. Давайте учить вместе английский. You. Вы. Learn. Учить. Learn. Очень необходимый глагол. Он у нас в обычной настоящей форме. Мы не добавляем s и s. Мы его никак не изменяем. Просто начальная форма этого глагола. Learn. You learn English. Английский. Every day. Каждый день. You learn English every day. Я надеюсь, что это факт. Я надеюсь, что вы это делаете каждый день. Регулярно. Поэтому это у нас present simple. Также, потому что у нас you. Мы ничего не добавляем. Мы ничего не делаем с глаголом. Вы учите английский. Что делаете? Правильно? Несовершенный вид глагола. Молодцы! Ставьте на паузу. Читайте. Разбирайтесь. Давайте подсуммируем. Мы с вами выучили сегодня личное местоимение, настоящее, обычное, простое время present simple. И тренировались, использовали и учили новые глаголы. Что нужно запомнить? Что present simple, настоящее, обычное время мы используем для ситуаций, которые в настоящем времени, сейчас. Глагол у нас несовершенный. То есть, действие у нас еще не завершилось. Оно не законченное. Глагол отвечает на вопрос, что делать. И эти ситуации, эти действия у нас в общем. Они постоянные, регулярные, не изменяются. Или это факты, или это расписание. Не переживайте. Я надеюсь, вы запомните, выучите. Вы молодцы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Теперь переходим к подарку. Подарок это куизлайт, это карточки. Вам все, что нужно сделать, это перейти по ссылке в описании. Вы увидите карточки. Вы можете там прослушать и учить правильное произношение. Вы можете выучить стакновые слова, заучить, поиграть в игры. Учим английский язык. Также я бы хотела, чтобы вы тренировались и составляли обычное предложение, которое происходит с вами каждый день. Говорите, что вы делаете каждый день. Также вы можете это оставить в комментариях. Напишите свои примеры, когда вы используете это время. А именно, чтобы вы уже поняли именно эту форму глагола. Я надеюсь, вам было интересно, а главное, полезно. Ставьте свои лайки, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал. А также обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых уроков. А я увижу вас в следующих видео. Пока, друзья! Bye-bye, friends! Bye!